Рыбак опять на своем месте. Рыбачит. Крика Калюшовка. Спал зданий. Ну прямо красота. Сегодня утром видел уточек. Как попадутся. Ну было еще темновато шел утром. А как попадутся, когда будет посветлее, обязательно сниму. Покажу. Тихонько движется, смотрит. Тихонечко. Молодец, молодец. Утро раннее. Воскресенье. 11 июня. Село Хвалынка. Улица Кооперативная. 7 утра. Народ еще вроде бы деревня. Не видать, спит похоже. Хотя, казалось бы, раньше в это время народ уже работал. Улица Колхозная. Опять же, Хвалынка. Собачка на дороге спит. Отдыхает. Можно, да? Хорошо. Бегала, наверное, по травке. Все мокрые. Никого, как можете видеть, друзья мои. Никого. Стоит небольшой туманчик. Значит, сегодня будет жарко-жарко. Сейчас мы движемся по трассе Хабаровск-Владивосток в сторону Владивостока. Выедем мы до города Спаска. С деревни Сквалынки. Вот, видите? Поворот налево. Якоревка-Арсеньев. Направо в Владивосток. Так, снижаем скорость. Здесь у нас установлен в том году был светопор. Поэтому я надеюсь, что аварий на этом перекрестке будет гораздо меньше. В связи с тем, что установили светофор, установили знаки, установили камеру наблюдения. Вот. Слева на столбе стоит камера наблюдения. Так что водители, имейте в виду, когда идете на повороте на Хабаровск. Утро, конечно, нормальное. Температура всего 13 градусов. Но довольно-таки тепло. Ветра нету сегодня. С утра прямо очень-очень хорошо. Вот, друзья мои, обратите внимание. Слева стоит машина. Испаски уже продают клубнику. А в субботу, 17 июня, на Центральной площади в 10 часов откроется фестиваль клубники. Так что приглашаю жителей Приморья к нам на фестиваль клубники. Посмотрите. Приобретите клубнички. Надеюсь, будет всем очень приятно. И даже хорошо. В том году было, в общем, неплохо организовано. Интересно. Выступала самодеятельность. Поздравлял людей, мэр города. Было неплохо, в общем-то. Все продумали, все сделали очень хорошо. И это уже не один год в городе Спаскидальнем. Итак, друзья мои, сейчас мы выполним две заявочки. Опять мы движемся по улице Гомсомольской. И сейчас нам нужно свернуть будет найти вторую гражданскую. Ох, какой рьяный. Прямо на мосту обгоняет. Вторую гражданскую 8 попросили снять. И Льва Толстого 25. Так что вот мы проехали первую гражданскую, по-моему. Сейчас будем поворачивать на вторую гражданскую. И постараемся найти дом номер 8. Хотя я уже по этой, по-моему, гражданской проезжал. Боже мой, еще и грязь здесь. Кошмар. Ну, были дожди недавно. Поэтому как-то так, друзья мои. Сейчас проедем, посмотрим. Так, вот, что это у нас? Прочитать бы точно убедиться. 22-й дом. Улица. Так я и не прочитал. Должна быть вторая гражданская, насколько я понимаю. Потому что я перед этим смотрел гугл-карты. Ну, сейчас еще проедем чуть-чуть дальше и посмотрим. У кого-то ж может быть и написано на доме. Все в частном секторе нужно, конечно, писать. Особенно для скорой помощи. Вот так будешь вызывать, и люди знать не будут. Так, ну, вторая гражданская 16 проезжаем. Сейчас чуть дальше проедем. Это гражданская 16. А вторая, значит, гражданская. Так, так. Ну, улица, конечно, убийственная тут тоже. Мне почему-то в последнее время, я уже говорил, такие заказы идут показать, что улицы убийственные. Ну, ездим потихонечку, потихонечку. Так. Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще и мост разваленный. Боже мой. Какой ужас. Ой, потихонечку надо. Так. Ну, вот, вторая гражданская 8. Мы проехали. Сейчас развернемся. Потом покажу. Нужно развернуться. Тут все в натуре такое убийственное, что просто ужас. Сейчас потихонечку развернемся, друзья мои. Заехали в такие чигиря. Вообще. Лес. Так, давайте потихонечку, потихонечку, потихонечку. 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 Ну, вот, гражданская 8, друзья мои. Посмотрите. Здесь живут люди. Человек как раз вышел, смотрит с таким удивлением. Раз здесь поедем мы. Короче, я показать особо вам не могу. Забор здесь. Вот он, домик стоит. Когда люди смотрят, как-то, кто проживает, не хочется показывать, чтобы люди обижались. Потому что кто-то, может, и не хочет, чтобы их дома показывали. Так что, извините меня, друзья мои. Что всегда показывается быстро, вскользь. Так, ну, сейчас мы проедем на Льва Толстого. Льва Толстого, 25. Посмотрим мы, Льва Толстого, 25. А сейчас мы движемся по второй луговой, наверное. Да, мы движемся по второй луговой. Сейчас нужно нам найти Льва Толстого улицу. Так, сейчас будем пересекать вот эту улицу. У нас, вон, написано и подробное. Том 14 пересекли. Дальше будет Кировская, по-моему. Какие здесь кедрушки, ель стоит. Прямо обалденные деревья. Красиво. Так, вот это, наверное, у нас Кировская, если я не ошибаюсь. А следующая должна быть Льва Толстого. Тут вот какой-то магазин, Чинар, небольшой. Кто-то прямо дома держит, чтобы для поддержания семейного, для поддержания семьи, торгует дома, что делать. А вот здесь, смотрите, тепличка вон даже стоит. Ну, вот это у нас улица должна быть Льва Толстого. А нам нужен номер 25. Будем сейчас искать. Это у нас что значит? 24, это четная сторона, но нужна нечетная. Льва Толстого, 25. Сейчас посмотрим. А вот и домик Льва Толстого, если вы можете заметить, 25. Вот такой домик, друзья мои. Льва Толстого, 27. И тут вот красивый уже дом выстроен. Современный такой, Льва Толстого, 29. Ну, красивый домик, ничего не скажешь. Так, ну улица здесь, и еще хуже второй гражданской. Ой, прямо не едем, а идем пешком. Ну, вообще, конечно, хотя бы грейдер здесь проходил. С ума сойти. Просто хотя бы чуть-чуть для людей пустить грейдера по этим улицам. Ужасно. Ну, думаю, доживем, может быть. Все равно улучшения в городе идут. Доживем и до этого, когда появится хорошая спецтехника в городе. Вроде бы наш мэр города старается суетиться. Поэтому есть надежда на будущее. Ну, вот так как-то, друзья мои. Всем спасибо. Продолжаем движение.